Ровно два месяца, как в Верхней Палате Парламента России интерес Алтайского края представляет и защищает бывшая выпускница Алтайского классического вуза Наталья Кувшинова. Она одна из самых молодых представителей Совета Федерации. При этом на сенаторах лежит большая ответственность. Выполняя функцию представителей регионов на федеральном уровне, они должны быть не просто связующим звеном между субъектом и центром, а делать все для процветания своего региона. Но как это происходит на практике и какую законотворческую активность проявляет новый сенатор от Алтайского края, спросим непосредственно у Натальи Кувшиновой. Здравствуйте, Наталья. Очень рада вас увидеть. Здравствуйте, Елена. Ну, прежде всего, давайте доходчиво объясним нашим зрителям, кто такой сенатор и чем он занимается. Действительно, два месяца, как решением нашего губернатора Виктора Петровича Томенко, была назначена сенатором от исполнительной ветви власти Алтайского края, работаю теперь в Совете Федерации. Совет Федерации – это одна из палат федерального парламента, которая занимается одобрением федеральных законов, разработкой законодательных инициатив, плотным взаимодействием между федеральным центром и субъектами. Ну, говоря по-простому, сегодня 178 сенаторов Российской Федерации, по два от каждого региона, один от законодательной ветви власти и один от исполнительной ветви власти. Поэтому это федеральный парламент, это структура, которая занимается нормативной базой, созданием федеральных законов, да, ну и, соответственно, парламентским контролем за их реализацией. Имеет ли значение партийная принадлежность сенатора? Ну, наверное, мне есть чем сравнивать, да, пять лет работая депутатом Государственной Думы прошлого созыва от партии «Единая Россия», состояла во фракции «Единая Россия», примитивно к Совету Федерации, там нет фракции, нет каких-то фракционных групп, объединений, поэтому, ну и позиция Валентина Ивановна Матвиенко, нашего председателя, с Питера Совета Федерации о том, что Совет Федерации – это палата регионов, то есть независимо от партийной принадлежности. Ты можешь состоять в партии, ты можешь не состоять и не быть сторонником ни одной из политических партий, ты представляешь интересы жителей своего субъекта, ну, в данном случае жителей Алтайского края. Независимо от того, кто к тебе обратился, представители какой партии, внепартийной, ты, ну, наверное, абсолютно одинаково подключаешься к решению вопроса, помогаешь, ну и, собственно говоря, транслируешь на федеральный уровень те чаяния, те вопросы, те запросы, которые есть у людей, которые проживают в твоем субъекте. Как выстраивается ваш график? Вот сколько времени занимает работа в Совете Федерации и в Алтайском крае? График сенатора, ну, примерно состоит, наверное, 50 на 50 процентов времени. Неделя пленарная, неделя региональная. То есть, если вот анализировать работу двух месяцев, где-то месяц я нахожусь в Москве, месяц в субъекте, разделяя неделю на неделю, да, то есть это достаточно, как мне кажется, удобный, оптимальный формат работы, который позволяет, с одной стороны, ну, как это любят и говорят, не оторваться от региона, да, то есть вести определенную политическую, законотворческую, рабочую повестку здесь, в субъекте, выезжать в территории, работать в региональной столице, посещать районы города, вести личные приемы жителей края. И, с другой стороны, следующая неделя – это пленарная, когда ты работаешь в Москве, когда ты участвуешь в правительственных часах, в заседаниях комитета, в круглых столах, отрабатываешь как раз те вопросы, которые накопились, будучи, ну, в рамках региональной недели, уже с коллегами из федерального правительства, из Государственной Думы, Совета Федерации, ну, профильных ведомств. Поэтому вот, наверное, примерно такой график, который выдерживается, достаточно четко следится, следится, чтобы коллеги работали и на федеральном, и на региональном уровне. Ну, и мне кажется, в сегодняшних условиях он, наверное, самый оптимальный. Какую непосредственную пользу своему региону несет сенатор? И удается ли донести до федеральных властей вот чаяние простых граждан? Лена, ну, знаете, я, наверное, такой основной блок вопросов разделил был на две части. Ну, первое, у сенатора Российской Федерации, так же, как и у любого депутата Государственной Думы, есть право законодательной инициативы. То есть, условно говоря, ну, независимо от того, какой вопрос, касается ли он конкретного комитета, да, в котором, ну, например, я состою, да, или касается он другого профиля экономика, социальной сферы, защита прав граждан, любой сенатор имеет право внести законодательную инициативу, ну, и, соответственно, дальше ее сопровождать до того момента, пока она не пройдет три чтения в Государственной Думе, в Совете Федерации, не будет подписана президентом. А с другой стороны, мы же понимаем, что, ну, не каждое решение, не каждый вопрос требует, ну, там, принятия того или иного закона, да, или внесения изменений. Соответственно, второй блок вопросов – это донесение проблемного поля, которое есть у тебя на территории, тех задач, которые передо мной, перед нами ставит наш губернатор, который поднимает депутаты краевого, регионального уровня, собственно говоря, до федеральной площадки. Будь то законодательный вид власти, да, или, что еще чаще бывает, исполнительный. То есть, условно говоря, есть закон, но мы понимаем, что он работает не так или недостаточно эффективно реализуется, да, понимая на земле, что происходит. Соответственно, моя задача, да, так же, как и моих коллег, откровенно, четко, понятно донести это до коллег из федеральных структур, для того, чтобы, может быть, где-то на уровне правоприменительной практики, каких-то актов правительства Российской Федерации, министерств, ведомств, скорректировать, чтобы, ну, все-таки наша нормативная база, да, наше правовое поле работало на пользу жителей нашей страны. Ну, вот прошло два месяца с момента вашего назначения. Вот вы непосредственно в разработке каких важных решений принимали участие? Я работаю в комитете по конституционному законодательству и государственному строительству. Ну, наверное, львиная доля законопроектов идет через наш комитет. Ну, сразу хочу оговориться, что вопросы, которые я поднимаю, касаются не только деятельности комитета. Ну, условно говоря, пару недель назад у нас была руководитель Роспотребнадзора Попова, да, и тот вопрос, который, ну, условно говоря, был задан мне, ну, и работая в качестве представителя губернатора, мы отрабатывали, да, это система детского оздоровления. Безусловно, мной был задан вопрос о том, какие правила игры будут на следующий год, да, Алтайский край – это регион, который сохранил систему детского отдыха, да, детского оздоровления как один из немногих субъектов по стране. И, естественно, наши муниципалитеты, наши краевые власти, наши руководители детских оздоровительных ладерей должны понимать, условно говоря, санпины ужесточатся, и нам придется снова переклеивать там обои, менять дверные проемы, или мы в 2024 год войдем по тем правилам, по тем нормативам, которые есть. Я была заверена в том, что никаких изменений не будет, более того, Роспотребнадзор как раз в 2020 году привел, ну, так скажем, упорядочил весь блок нормативных актов, которых было более 400. Только вслушаемся, более 400 актов регламентировали вот эту работу, а некоторые еще со времен Советского Союза, да, а сегодня их порядка десяти, которым необходимо руководствоваться. Второй вопрос, который тоже крайне важный, буквально неделю назад под руководством Андрея Анатольевича Турчака состоялось заседание комиссии, ну, условно назовем так, по местному самоуправлению, где поднимался вопрос излишней нагрузки, излишнего контроля над муниципальными образованиями, над администрациями сельских поселений, районов, городских округов, муниципальными бюджетными учреждениями. Участвовали в совещании представители прокуратуры, да и представители органов местного самоуправления субъектов, и были выработаны достаточно такие понятные, четкие рекомендации о том, что, ну, к сожалению, тот объем штрафов, который сегодня есть над некоторыми муниципалитетами, или тот объем исполнительных листов, если будет задача, условно говоря, в течение, там, не знаю, года резко, четко это выплатить, ну, мы просто обнулим некоторые бюджеты муниципальных образований. Тяжелейшая тема, непростая, копившаяся годами, да, может быть, где-то неудобная, но я благодарю коллег-председателей профильных комитетов, конечно, нашего вице-спитера, да, за очень такой четкий, понятный подход, договоренность о том, чтобы следующее совещание провести вместе с коллегами из Генеральной прокуратуры и выработать с надзорными органами вот некий такие порядок действий для того, чтобы, безусловно, да, и соблюдались законы, и соблюдались права жителей, но в то же время нагрузка не была излишней. То есть у глав огромный функционал работы, да, они не могут с утра до вечера заниматься тем, что пишут ответы в те или иные надзорные органы. Поэтому такая тоже большая, серьезная тема, над которой мы сейчас работаем. Какие еще вопросы удалось, ну, вот что называется, раскачать, и каким проблемам нашего края привлечь внимание? Вопросов тоже много. Правительственный час с руководителем Росреестра, да, тема непростая, выявление правообладателей объектов недвижимости, может быть, для наших зрителей она такая тяжелая, да, для восприятия, но Малтайский край – это пилотный регион, которому установили срок до конца этого года, все муниципальные образования должны выявить правообладателей объектов недвижимости ранее учтенной. Но давайте понимать, это не тысячи, даже не десятки тысяч, это сотни тысяч. Есть поручение нашего президента Владимира Владимировича Путина, где стоит четкий срок до начала 27-го года. Росреестр нам поставил срок до начала 24-го года. Мы понимаем, что это тяжело, это сложно. Собственники кто-то уехал, кто-то сменил место жительства, где-то нарушение в документы, где-то необходимо только через суд. Поэтому в рамках правительства начаться на Совете Федерации я высказала свою позицию, позицию нашего региона, позицию вообще десятков пилотных регионов, о том, что мы просим продлить этот срок для того, чтобы в нормальном режиме, четко, понятно выявить эти объекты. Безусловно, это правильная, это нужная тема. Это упорядочение вообще процедуры, да, это повышение налоговой базы, пополнение доходов субъектов у муниципальных образований. Но это невозможно делать бегом, в попыхах. Это нужно четко, понятно, качественно сделать. Мы надеемся, что мы будем услышаны. Поэтому, вот, наверное, даже приведенных три примера показывают самое главное. Те вопросы, которые мы поднимаем, и я этим руководствуюсь, они не должны быть придуманы вот в каких-то красивых кабинетах, да, за там дубовыми или недубовыми столами, за закрытыми дверьми. Это те вопросы, которые ставят перед нами жители, которые ставят перед нами наши муниципалитеты, наше министерство. Потому что это те вопросы, та боль, те сложности, с которыми мы сталкиваемся. И, конечно, этот запрос, ну, должен быть максимально эффективно донесен и услышан. Ну, вот вы сейчас сказали про министерство, про простых граждан, да, а вот если мы берем уровень муниципальных и краевых властей, они к вам часто обращаются за помощью в решении каких-то вопросов? Ну, вот, с учетом, что всего два месяца, конечно, но тем не менее. У нас выстроилась такая понятная, как мне кажется, правильная работа. То есть, условно говоря, перед каждым правительственным часом мы конкретно с профильным министерством, да, или с территорией, в которой этот вопрос поднимался, ну, напрямую связываемся, обсуждаем, как эта тема, в каком ключе ее правильно подать, чтобы это имело максимальный эффект для нашего региона. Поэтому, конечно, здесь максимально открыто через социальные сети, через личный прием, который я провожу на площадке партии «Единая Россия». Ко мне может записаться абсолютно любой житель Алтайского края, ну, а уж со всеми главами муниципалитетов, ну, дай бог, мы уже столько лет знакомы, да, работала я и на федеральной площадке, работая в рамках краевой администрации, выстроили где-то рабочие, где-то даже дружести, отношения, поэтому 24 на 7 всегда на связи, отрабатываем, конечно, мне это очень важно, да, потому что вопрос, который задается, проблема, которая поднимается, она не должна быть выдуманной. Над чем вы работаете сейчас и какие задачи перед собой ставите? Ну, вопросов очень много, на самом деле. Здесь тоже мы с нашими отраслевыми ведомствами отработали по той приоритетной повестке, которая у нас есть в сфере здравоохранения, образования, социальной политики, да, мы все понимаем, что Алтайский край – это такой уникальный регион, имеющий огромное количество муниципальных образований, по сути, ну, один из лидеров Российской Федерации, да, и по количеству сельских поселений, и по протяженности дорог, и по количеству социальных учреждений, да, будь то образование, здравоохранение, культура, спорт и так далее. Поэтому, конечно, много вопросов касаются именно поддержки сельских территорий, поддержки социальной инфраструктуры. Вместе с тем, ну, сегодня, наверное, основной в повестке и у нас на федеральном уровне, ну, наверное, по аналогии и у коллег из Краевого законодательного собрания, это вопрос принятия бюджета. Принятие бюджета на ближайшую трехлетку. Не так давно состоялись на нашей площадке Совета Федерации парламентские слушания, где министр финансов Антон Германович Силуанов докладывал о параметрах бюджета, докладывал о приоритетах бюджета, докладывал об особенностях бюджета, да. Ну, говоря откровенно, в сегодняшних условиях мы понимаем, да, что наряду с экономикой, социальной политикой, это обеспечение безопасности нашего государства, это поддержка участников специальной военной операции, членов их семей. Поэтому сегодня вот крайне важно обеспечить сбалансированность бюджета, с одной стороны, чтобы все социальные обязательства, которые государство, которые федерация, регионы на себя взяли, исполнялись, индексировались выплаты, выплачивались там пособия, осуществлялась поддержка семей с детьми, да, многодетных семей. С другой стороны, обеспечивался рост экономики, ну, и то, о чем мы с вами говорили, обеспечивалась безопасность нашего государства. Поэтому сегодня, ну, вот, наверное, так, еще в ближайшей неделе две фокусы нашего основного внимания – это бюджет. Естественно, отдельным разделом идет работа с нашим региональным Минфином по поддержке субъекта, да, мы уже понимаем, что Алтайский край – это дотационный регион, и определенная, немаленькая доля – это дотации с федерального центра, поэтому нам крайне важно, чтобы они были не сокращены, несмотря на то, что наша доходная часть регионального бюджета, собственные доходы, мы наращиваем, чтобы федеральная поддержка не сокращалась. И последний вопрос. Вот, Наталья, вы один из самых молодых сенаторов Совета Федерации. Насколько значим вообще возраст вот в принятии важных решений на высшем уровне? Ну, знаете, я не анализировала, конечно, кто самый молодой, да, или немолодой. Честно, я как-то об этом и не задумывалась. Ну, наверное, да, то есть в целом мы видим очень много в Совете Федерации уже так умудренных опытом, да, и сединой мужей и женщин, которые имеют огромное политическое, экономическое прошлое. Очень много это, ну, экс-губернаторов, да, и это тоже показывает значимость, показывает опыт, показывает компетенции людей. А с другой стороны, вы знаете, сейчас даже, как, скажем так, те, кто заходил вот в сентябре, в октябре этого года, можно увидеть, что достаточно много, ну, условно назовем так, молодых людей возраста 40, 45 лет, да, там, 38 лет. И позиция, опять-таки повторюсь, Валентина Ивановна, да, что, ну, нет каких-то градаций, что вот ты можешь после 50, да, или там до 60 заходить туда. Как мне кажется, самое главное, чтобы у человека было желание, была готовность, был интерес работать на благо своего субъекта, была ответственность, да, потому что это же огромный груз ответственности. Это не просто там ты порадовался и зашел на 5 лет. Это огромный, огромная ответственность, огромный труд, если работать, да. Поэтому я думаю, что возраст, это такая уже второстепенная история, да. Самое главное, это готовность представлять интересы своего субъекта, готовность представлять и защищать интересы своих жителей. Поэтому будем работать в этом направлении. Мы к этому готовы. Спасибо большое, что вы нашли время и посетили нас. А я напомню, что сегодня с сенатором Совета Федерации Натальей Кувшиновой мы разговаривали о роли сенатора, о его значении в развитии регионов. До свидания.